У каждого пятого лифта в России истёк срок эксплуатации. Не истекает, а истёк. Уже всё. Около 20% лифтов в России работают свыше 25 лет. И вот сейчас что со всей этой историей делать? Ведь когда говорят, что нужно менять лифт, у которого истёк срок эксплуатации, а какой именно части вот этой гигантской, сложной инфраструктуры этого устройства? Ведь там есть шахта, там есть датчики, там есть мотор отдельно. Двери, а мы воспринимаем всё, лифт это как кабина. Конечно, это не только кабина, а вот что значит истёк срок эксплуатации, и может быть она просто морально устарела и некрасивая. И что там вообще отечественного в этой истории? И чем это нам грозит, и как мы это всё будем преодолевать? И может быть уже надо тренироваться пешочком, ходить по лестнице? Да, да, я вот всегда. Да, да. Константин Викторович Крохин, председатель жилищного союза, член комитета по ЖКК Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в нашем эфире. Константин Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, все эти вопросы вам. Здравствуйте. Ну вот, да, вот всё-таки истечение срока эксплуатации лифтов. О чём говорит? Это ведь как то, что надо бы подновить оформление самой кабины? То есть у чего конкретно закончился этот срок? Я говорю, чем грозит? Они падать начнут или они просто будут там дверь со скрипом открываться? Пожалуйста. У любого сложного изделия есть полезный срок эксплуатации. По лифтам это 25 лет. Это означает, что эксплуатирующие организации, это прежде всего управляющие компании, а также те специализированные компании, которые осуществляют обслуживание лифтов, они должны уделить особое внимание состоянию лифта и проходить ежегодное освидетельствование. После этого освидетельствования каждый год проверяется углублённым образом, то есть список проверки, он более широкий, чем при обычном ежегодном освидетельствовании. И получается так, что каждый год его заново вводят в эксплуатацию. Вот эти вот специализированные организации. То есть это не означает обязательные замены лифта через 25 лет, как мы думали? Верно? По-моему, связь пропала. Сейчас звонок пройдёт. Может быть, кто-то застрял и в лифте. Я тут у одного лифта в гостях был, и там написано, кто обслуживает. Там написано было ИП такое-то. Я, знаете, как подумал, лучше пешком. Знаете, как-то... Вот я понимаю, там какая-нибудь организация вот эта вот. Может быть, это ИП замечательный человек, мастер своего дела, но я вот на четвёртый этаж теперь в этих... Я тоже. Я тоже. Ну, знаете, я уже несколько месяцев борюсь за качество одного из наших двух вот этих лифтов, которые в подъезде. Мне всё время говорят, ну, дело в том, что он... Не жирно вам два лифта-то? Он зажимает. Кого? Ты хочешь выйти на своём этаже, и дверь работает так, что только ты просовываешь туда голову, а они тут же захлопываются. Я постоянно звоню в диспетчерскую. Да, у нас связь Константин Викторович, пожалуйста. Вот вопрос, на котором связь пропала, это, скажите, что должно происходить по истечении 25 лет? То есть не надо их менять, как прошло... А просто лучше следить за ними, так, что ли? Дело в том, что если до 25 лет лифт можно эксплуатировать, то после 25 лет каждый год эксплуатации – это специальная процедура его выпуска. И проверки, которые ежегодно проводятся, так называемое техническое освидетельствование, они идут по более широкому кругу вопросов. То есть это более опасный лифт, это изделие требует внимания значительно больше, чем обычный, потому что истёк срок полезной эксплуатации. Стойте, стойте, стойте. Более опасно это вообще звучит страшно. То есть, смотрите, вот у меня в подъезде два лифта, да, у одного истёк срок, а у другого ещё нет. И там, где истёк, должна быть повешена какая-то табличка, что этот лифт представляет для меня повышенную опасность. Так, что ли? Нет, это внимание именно для эксплуатирующей организации. Дело в том, что до 25 лет управляющая компания вправе использовать лифты с ежегодным свидетельствением по определённым кругу вопросов. Если же срок истёк, то выпуск в обращение такого лифта происходит уже в разрешительном порядке с учётом мнения Ростехнадзора и с учётом мнения эксплуатирующей организации. А вот страшное, если происходит у такого лифта. У нас это происходило даже не на очень старых домах и даже очень фешенебельных, да. Там какие-то есть повышенные наказания, если у лифта уже истёк срок 25, и вот он падает, например, на 26-м году. Не дай бог, да. Да, то означает ли это, что наказание будет жёстче? Или для компании с точки зрения последствий ничего не меняется? Оно может и дальше, этот лифт, ещё 25 лет. Нет, он уже упал с твоей точки зрения, да. Необходимо, чтобы он прошёл вот этот углублённый осмотр. Если он не прошёл углублённый осмотр, либо были выписаны предписания, а у нас есть там два типа перечня, которые нельзя нарушать, так вот есть первый перечень, при котором эксплуатировать лифт можно, а второй перечень, при котором его нужно остановить. Вот при инциденте проверяющие будут обращать внимание, выполнены ли все меры, связанные с безопасностью, которые при освидетельствовании были прописаны. То есть, конечно, нормальная управляющая компания избегает эксплуатации после 25 лет, потому что придраться к тому, что какие-то пункты не выполнены, гораздо легче. Гораздо легче. Ну, знаешь, здесь ключевое слово «нормальный». А у меня вот какой вопрос, он последний. А кто должен проверять? Есть какая-то независимая организация, которая ходит и проверяет эти лифты? Или это всё на совести и в обязанностях управляющей компании? Значит, в обязанности и ответственности это всё на управляющей компании, включая страховку ежегодную. Значит, проводят проверки специализированные аккредитованные организации. Это инженерные центры, они могут называться по-разному, но они имеют специальную аккредитацию на право осуществления независимой оценки соответствия. Так называемое освидетельствование. И в случае, если эксплуатирующие, управляющие компании не выполнили своих обязательств по ежегодному освидетельствованию, то граждане имеют право обращаться в Ростехнадзор, который является федеральным органом контроля за особо опасными объектами. А эти являются объектами повышенной опасности. А у нас есть ещё несколько секунд. А как я узнаю? Я же лец, и я узнаю, что прошло освидетельствование. Там же нет никакой таблички, что как на огнетушителе, что проверку тогда-то, следующее тогда-то. Буквально 15 секунд, пожалуйста. Есть специальный журнал, он хранится в управляющей организации. И есть паспорта, где эти отметки ставятся. Печать, отметки. И это можно проверить, обратившись в управляющую организацию. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Константин Викторович Крохин, председатель жилищного союза, седент комитета ПЖКХ, торгово-промышленные, палаты Российской Федерации и юрист. Спасибо. Мы только главный вопрос не прояснили. Обновление вот этого фонда лифт, который уже вышел по ним в срок годности, мы можем его сделать своими запчастями или что? Или будем еще их просто сохранять как можно дольше? Друзья, берегите лифт, судя по всему, он с вами надолго, а мы уходим на перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok